Добрый день. Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара 1С ВМС на складах 3ПЛ операторов. Мы начинаем. Ведущими вебинаром выступит Демина Оксана, менеджер по работе с клиентами. Очень рада вас всех видеть здесь. И Чвердаева Мария Викторовна, руководитель департамента развития логистических решений. Итак, с вашего позволения давайте начнем. Сначала я скажу пару слов о нашей компании, представлюсь, кто мы такие, чем мы занимаемся и чем можем быть вам полезны. Компания Axelot уже 17 лет на рынке. И за это время количество сотрудников достигло более 300 человек. Центральный офис компании находится в Москве, а наши филиалы и ресурсные центры расположены в нескольких городах России. Также у нас есть представительства в таких странах СНГ, как Казахстан и Беларусь. Стоит отметить несколько направлений нашей деятельности. Первое из которых это IT и логистический консалтинг. Следующее направление это оптимизация и автоматизация деятельности предприятий. Сопровождение систем как после внедрения, так и при желании любых других систем, независимо был ли проект или нет. Следующее направление деятельности это проектирование и оптимизация высоконагруженных систем. Поскольку наш текущий вебинар посвящен складам, то, конечно же, хочется отметить наше направление как складская транспортная логистика. Занимаемся мы этим направлением уже очень долгие годы. И за это время у нас образовался огромнейший опыт, которым нам, конечно же, хотелось бы с вами поделиться. Являясь инновационной компанией, мы всегда ищем лучшие технологии для своих решений. Многие наши решения базируются на миксе различных технологий. В наших проектах есть партнеры, которые позволяют нам оптимальным образом подобрать лучшие решения для клиента. Мы используем в проектах оборудование Zebra. Также мы используем сервера IBM, программное обеспечение Microsoft. И, безусловно, мы являемся партнерами компании 1С, поскольку у нас существует несколько совместных проектов. Совместные решения компании Axelot и фирмы 1С представлены на текущем слайде. В первую очередь, конечно же, это управление складом, логистиком. Своё начало берёт данное направление с 2004 года. И за это время мы автоматизировали множество складов, совершенно разные специфики и разных масштабов. Поэтому опыта у нас достаточно, чтобы помочь вам в автоматизации вашего склада. Но в то же время мы не ограничиваемся логистикой. Мы активно развиваем направления и других бизнес-решений, которые могут быть полезны вам. Например, это управление нормативно-справочной информацией, нормализация справочников. Также материально-техническое обеспечение, как правильно и грамотно построить процесс, чтобы компания видела, насколько у них прозрачные закупки. Инвентаризация управления имуществом. И наша редакция четвёртая логистика управления складом, которая была выпущена в 2012 году. Хочется отметить, что наша система 1С ВМС обладает рядом различных регалий. В том числе наши проекты участвовали в конкурсе наиболее успешных IT-решений. И вот, пожалуйста, здесь представлены на слайде два проекта. Catch Vash и Aqua Life. Это напитки из черноголовки. И эти два проекта занимали первое место в рейтинге компаний, которые были автоматизированы с помощью систем, позволяющих решить важные задачи компании. Хочется отметить, что помимо автоматизации и консалтинга мы активно развиваем направление образования. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты развивали свои навыки в управлении, в том числе и по управлению складом, также по управлению цепями поставок. И в связи с этим как раз на этом слайде представлены книги, которые могут вам быть очень интересны. На этом слайде представлены компании, с которыми мы работаем уже очень-очень давно. Как вы можете убедиться, здесь представлены крупный бизнес и средний бизнес, и различные совершенно отрасли. Это говорит о том, что наши специалисты готовы к различным уровням наших специалистов. Говорит о том, что они могут внедрять систему независимо от того, какого направления заказчик пришел к нам в компанию. Опыт у нас достаточно большой. А теперь я хотела бы передать слово своей коллеге Чевардаеву Марии, которая расскажет вам про наше решение 1С ВМС логистика. Которые будут интересны для 3ПЛ-операторов. Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала хотелось бы обсудить основные проблемы и потребности 3ПЛ-операторов в части организации эффективного управления складом. Для 3ПЛ-операторов сам склад по себе является основным источником дохода. Поэтому организация прозрачность является ключевым фактором успеха. Без системы автоматизации учет предоставляемых услуг зачастую ведется в Excel с помощью, например, нелевиальных макросов. И при условной потере из учета какой-либо услуги появляется впущенная прибыль, которая отражается на всей компании в целом. Ввиду этого возрастает сложность учета собственных внутренних затрат. Клиенты 3ПЛ-операторов довольно требовательные, стараются на уровне договора максимально прописать возможные штрафы и пене при допущении ошибок в складской обработке. Поэтому четкость учета операций как нигде выходит на первое место. Ну и также высокие требования к подготовке специализированной документации отчетности, предоставляемой клиентам. На основании перечисленных особенностей и потребностей можно перечислить следующее решение, которое предлагается АДНС ВМС. Во-первых, это актуальная информация об остатках в разрезе мест хранения. Учет товара по различным моделям учета. Учет каждого шага товара обработки за счет гибкости настройки под специфику каждого бизнес-процесса. Интеграция с учетной системой поколожедателя для обмена информацией. И подробная отчетность. Также предоставляется тарификация всех складских операций и учет стоимости услуг ответственного хранения. Функционалу данного блока мы вернемся несколько позднее и рассмотрим каждый из перечисленных на слайде пунктов. А сейчас хотелось бы более подробно рассмотреть тот функционал, который покрывает потребности 3ПЛ-операторов в части организации складского учета. Вообще, ввод данных в систему управления складом – очень важный этап. И от качества его выполнения зависит точность работы с товаром на всех последующих операциях. Организация складской топологии является немаловажным шагом в данной задаче. В системе мы отражаем физические особенности складского комплекса – взаимодействие зон, ячеек. И в системе мы можем выделить различные зоны, например, под определенного поколожедателя, контролировать дальнейшие операции внутри этой зоны. Мы можем настроить различные взаимодействия и транзитные перемещения, когда, например, для размещения или перемещения товар должен пройти в некую промежуточную зону. Например, при размещении товара в узкопроходный стеллаж и зоны приемки товар с помощью погрузчика размещается в транзитной зоне перед стеллажом, что является транзитным пространством для системы. Уже после чего узкопроходный штаблер размещает товар в стеллаж. С внедрением ВМС мы получаем полную аналитику по товару, хранимую на складе. Во-первых, учет всех товаров по владельцам или поколожедателям. То есть сразу в элементе справочной коммунклатуры прописывается привязка товара к владельцу для дальнейшего расчета услуг хранения. Мы можем вести учет различных типов упаковок. И для их обработки могут использоваться и быть назначены в системе различные тарифы. Мы можем вести аналитику по статусу товара, кондиции, обратно и так далее. В соответствии с обработкой операции, с учетом качества товара, также назначать различные тарификации услуг. Мы можем контролировать нормативы укладки товара на поле, а также весикабарительные характеристики товара при складской обработке. Ну и, наконец, мы можем распределить товары по классам оборачиваемости и провести АВЦ-анализ. Посвящен отдельный слайд нашей презентации. Например, мы можем настроить события таким образом, чтобы по факту завершения приемки автоматически формировалось размещение товара. Или по факту обнережения брака в ячейке автоматически формировалось перемещение в зону брака, выделенную на складе. Все эти события настраиваются в пользовательском режиме и подлежат редактированию дополнений в случае изменения бизнес-процесса на складе, что особенно актуально именно для трепеля складов, когда, например, на склад въезжает новый поглаждатель со своими бизнес-процессами, и их нужно, соответственно, под него адаптировать. В продолжении истории с событийными механизмами рассмотрим набор правил и стратегий, доступных на этапе приемки. На этапе приемки в МС вводится основная информация о товаре, его количество, качество, дата производства, серии. Приемка может выполняться в различные этапы или стадии, если говорить о терминологии системы. Набор конкретных стадий определяется для каждого поклаждателя отдельно. С помощью вот такого интерфейса, который представлен на данном слайде, мы можем выстраивать цепочку этих действий. То есть для одного клиента мы принимаем товар, например, в доверительном режиме, без пересчета по товарному составу. Для другого требуется обязательно пересчет и маркировка. Третьего клиента мы принимаем сразу и без размещения обгружаем со склада. То есть так называемая функция кроссдокинга. И назначив определенную последовательность необходимых действий, система в дальнейшем будет автоматически создавать задания согласно заданным правилам. Каждая стадия, перечисленная мной сейчас, она может отдельно тарифицироваться под соответственную потребность каждого владельца или поклаждателя. Ну и, наконец, могут быть распечатаны стандартизированные формы приема на ответственное хранение, что тоже актуально для 3PL-складов. После приемки товар подлежит размещению на хранение. Система позволяет задать широкий набор стратегии размещения. Стратегии задаются в пользовательском режиме для каждой категории товара. Не буду перечислять все возможности по стратегиям размещения, потому что их великое множество. Остановлюсь на основных, которые наиболее часто используются на складах. Например, мы можем настроить правила таким образом, чтобы размещение сначала планировалось в зону основного хранения. Если, например, поступили целые палеты на склад, либо сразу производилось пополнение зоны отбора, в случае, например, если товара там недостаточно. Мы можем планировать размещение целыми палетами или контейнерами в понятиях системы, или планировать размещение с раскладыванием в зоне отбора. При размещении может учитываться АБЦ, категорийность товара, то есть наиболее часто оборачиваемый товар размещать ближе к зоне отгрузки. Также правила и стратегии размещения предусматривают настройку размещения в ячейку или зону, расположенную ближе к зоне отбора, что, в свою очередь, помогает выполнять быстрое пополнение товара на складе. Что касается исходящего потока товаров, то здесь картина аналогична приемке. Для каждого поклаждателя мы можем задать свои стадии или этапы обработки товара на этапе обгрузки. Информация о заказах может быть загружена из корпоративной системы или передана в неком файле, например, в Excel, который передает наш поклаждатель по почте, мы его сразу загружаем в систему управления складом. При палетной отгрузке, например, в случае оптового заказа товар, сразу, может, без дополнительного контроля перемещен в зону отгрузки, загружен в машину с пересчетом по количеству мест. При штучно-коробочной отгрузке, например, для отбора мы можем использовать различные дополнительные параметры, например, объединение заказов волны отгрузки согласно общему времени отгрузки для данных заказов или объединение заказов по маршрутам объезда. Штучно-коробочный товар может отбираться в кластеры. Это когда мы отбираем товар по нескольким заказам, а в отдельную старую определенную под каждый заказ по объеме и массе заказа. Или объединять мы можем заказы в группу отбора, которая позволяет нам отбирать также одновременно по нескольким заказам с последующей сортировкой в отдельной зоне. Система позволяет контролировать укладку товара при отборе упаковки, например, тяжелый товар разместить вниз, хрупкий наверх. Кроме того, система может позволить управлять временем выполнения работ по обработке заказов. То есть, по сути, рассчитать дейдлайны по заказу, с какого времени необходимо закончить отбор, к какому времени закончить контроль или упаковку, или сортировку в зависимости от предполагаемого времени подачи транспортного средства. Вот эти алгоритмы расчета, они производятся в системе по накопленной статистике. То есть, когда мы уже имеем какое-то время работы в системе, накопили информацию и в дальнейшем можем использовать вот эти временные показатели для расчета наиболее оптимального времени обработки каждого заказа на складе. Функции контроля. Они могут быть реализованы на терминале сбора данных, когда сотрудник оборудован терминалом и путем сканирования штрих-кода производят контроль на разных этапах операции, а может быть реализована с помощью стационарных рабочих мест, представленных в виде монитора с подключенным сканером считывания штрих-кода. Рабочие места подобные реализованы на этапе контроля упаковки и контроля приемки отгрузки. Интерфейс можно наблюдать на данном слайде. Также система позволяет обрабатывать и тарифицировать внутрискладские операции, такие как подпитка, внутреннее перемещение, инвентаризация, сборка-разборка комплектов или контроль качества. То есть все эти операции внутренние, которые напрямую не связаны с приемкой отгрузки, они могут быть также тарифицированы и исполняться сотрудниками склада. С точки зрения аналитики, функционал системы предусматривает широкий набор отчетности, позволяющий провести аналитику по различным абсолютно разрезам, по хранению товара на складе, в разрезе адресов, качества, дополнительных параметров учета, аналитику по движению товаров, анализу обрабатываемых заказов, заполненности зон склада, контроля приемных отгрузок, то есть все, что непосредственно связано с оперативной деятельностью складского комплекса. Также в системе предусмотрен контроль исполнения складских задач, ведение графиков работ, то есть все, что связано непосредственно с управлением складскими ресурсами. С помощью системы мы можем рассчитать выработку складских сотрудников по различным критериям, по количеству обрабатываемых операций, по массе или объему обрабатываемого товара. Мы можем установить нормы на исполнение складских задач, мы можем проанализировать эффективность и продуктивность работы каждого сотрудника. И опять же, при наборе определенных статистических данных мы можем рассчитать необходимую потребность в численности персонала на будущую смену. Для оперативного мониторинга работы склада в системе предусмотрен вот такой монитор диспетчера, в котором сгруппированы ключевые показатели деятельности склада. Это состояние заказов, загрузка складского персонала, текущие проблемы или текущую заполненность склада. В случае, если на каком-то из участков возникает проблема, монитор об этом сигнализирует, и диспетчер может вмешаться для обработки возникших проблем или отклонений. Также в системе предусмотрен модуль управления двором, который позволяет управлять при складской территории, то есть мы можем контролировать въезд транспортного средства на территорию, постановку его на стояночное место или подвоз к определенным воротам по выбору оператора или по назначению системы, и можем контролировать время исполнения разгрузочных работ. Это все, что касается основного функционала, который есть в системе, которая может использоваться и на складе Трепель-оператора. А вот что касается непосредственно биллинга, рассмотрим более подробно возможности системы в этой части. С помощью функциональности модуля биллинга мы определяем перечень тарифицируемых услуг и назначаем их конкретному поклаждателю. То есть в системе мы ведем полноценный учет услуг, предоставляемых клиентам. Мы можем произвести расчет стоимости услуг, сформировать и предоставить отчетность по предоставляемым услугам, по их стоимости или выгрузить данную информацию во внешние среды. Если в общем о данном модуле. Для определения тарифов по каждому поклаждателю предусмотрено введение тарифной сетки. В зависимости от типа выбранной тарифной сетки мы можем назначать тарификацию за каждую обрабатываемую единицу или назначать какой-то фиксированный тариф. Например, приемка по штучно, то есть отдельный тариф за каждую принятую единицу товара или какой-то фиксированный тариф просто за приемку этого товара. В зависимости от настроек мы выбираем тот или иной вариант. Функционал системы также позволяет создавать многосоставные тарифы в зависимости от параметра услуги. Например, покоробочная приемка товара, в которой тариф определяется в зависимости от массы короба. То есть, например, если масса короба до 10 килограмм, мы назначаем один тариф. Если больше 10 или в диапазоне от 10 до 30, как представлено на данном слайде, мы назначаем другой тариф, то есть другую стоимость услуги. Одной из самых распространенных, на наш взгляд, услуги, подлежащие тарификации, является услуга по хранению товара. Возможен выбор из набора критериев тарификации, то есть тарификация услуг на хранение по массе хранимого товара, по его объему, по количеству контейнеров или палет. То есть, обычно в договоре у нас звучит учет услуг хранения по количеству хранимых палетов мест в единицу времени, по количеству упаковок, по количеству занятых ячеек на складе. Тарификации по услуге хранения могут подлежать различные объекты системы. Это, например, в разрезе контейнера показать такие параметры, как масса, тип контейнера, например, отдельный тариф на хранение европалет или американских палет. В зависимости от высоты палета, там, разные тарифы на хранение мы можем назначить. В разрезе номенклатуры мы можем назначить тариф по отдельным поклаждателям, по типу упаковки. И, соответственно, в разрезе ячеек по зоне, например, выделенная зона отдельно тарифицируется на складе или по типу ячейки. В системе также мы можем задать время среза остатков, в которое необходимо производить расчет по хранению. Также тарификации подлежат выполняемой на складе операции, то есть предоставляемой услуги по операциям, приемке, размещению, отбору, отгрузке и так далее. По различным критериям расчета, опять же, по массе, объему обрабатываемого товара, по количеству выполненных операций. При работе во вне рабочее время используется расписание для установки повышающих коэффициентов на выполнение операций. То есть если мы выполняем приемку, например, товара после шести, то мы можем рассчитать тариф по повышенной схеме. Также в системе могут турифицироваться дополнительные услуги, которые фиксируются из интерфейса терминала сбора данных. Например, при приемке мы используем усиленное полетирование для определенного груза и хотим назначить дополнительную тарификацию за предоставление данной услуги. Или на приемку назначены разные тарифы при приемке навалом из транспортного средства или при приемке целых поддонов. То есть когда мы заранее не знаем, в каком виде придет товар, и это видит только приемщик с радиотерминалом сбора данных, который выполняет выгрузку товара из транспортного средства. И он, соответственно, из интерфейса сможет зафиксировать, каким образом была выполнена приемка. И, соответственно, система в дальнейшем позволит рассчитать повышенный тариф за выполнение той или иной услуги. Ну или вот здесь на слайде приведем пример, когда необходимо фиксировать услугу только во время обработки, например, определенного типа палет. Например, при европалете мы можем какую-то определенную услугу зафиксировать. Например, приемка микс палета, которая актуальна только, например, для европоддонов. Также, возвращаясь к теме событийных механизмов системы, мы можем регистрировать услуги на основании произошедших шестфатских событий. Например, по завершению приемки мы всегда печатаем определенный набор документации, и данная услуга должна быть тарифицирована. Вот в системе также предусмотрен механизм событий, который позволяет настроить автоматическое формирование и расчет тарифов по данному событию, например, по завершению приемки. После перечисления всех предоставляемых услуг в системе данные услуги распределяются по поклаждателям. Для этого в системе предусмотрен отдельный документ, в котором мы выбираем поклаждателя, соответственно, для которого определяем необходимый перечень услуг, и мы можем также задать услуги на будущий период заблаговременно. То есть, например, если у нас есть заранее информация о том, что в следующем месяце будет изменение тарифов, то мы можем ввести документ расчета заблаговременно, и когда наступит эта дата, система будет считать тарифы уже по другой тарифной сетке. Предоставленные услуги рассчитываются в системе автоматически по заданному расписанию или могут быть рассчитаны принудительно диспетчером в зависимости от потребности каждого конкретного трепеля оператора. То есть, если, например, нам вдруг нужно снять информацию о том, сколько нам должен тот или иной поклаждатель, например, в середине месяца, диспетчер может принудительно сформировать регистрацию услуг и посмотреть, собственно, данную информацию. По оказанным услугам в системе предусмотрен определенный набор отчетности, то есть мы можем, в виде отчета, увидеть весь перечень услуг и значение суммы, то есть сколько нам должен тот или иной поклаждатель за предоставление той или иной услуги. И также мы можем получить информацию по движению остатков на ответственном хранении, то есть движение на складе по приходу, расходу и конечному текущему остатку. Данные о предоставляемых услугах могут быть выгружены во внешние среды, в разрезе поклаждателей, в разрезе документов оснований, на основании которых, соответственно, была сформирована та или иная услуга, или за выбранный период. Причем период может настраиваться в системе, то есть, например, по завершению смены или по факту выполнения приемки отгрузки или по определенному расписанию. Формат выгрузки может быть, в принципе, любой. То есть здесь перечислены основные форматы, с которыми мы имели опыт работать, это и XML, и CSV, и Excel. То есть все те форматы, которые поддерживают платформу 1С предприятия, в них может быть выгружена информация. Также очень часто в рамках проекта мы реализуем так называемый веб-портал для поклаждателя, который предназначен для оперативного доступа поклаждателя к остаткам и текущим расходам. Его можно посмотреть и проанализировать, соответственно, информацию о остатках текущих, о предоставленных услугах. И, собственно, с помощью этого портала поклаждатель может получить всю необходимую информацию в режиме 24 на Си. Дальше передаю слово Оксане. Она расскажет о особенностях работы наших клиентов-трепель-операторов. Хочу начать с клиента Си-Континентал. Это российский трепель-оператор, который работает с 2007 года, является дочерней компанией европейской логистической корпорации Си-Кон Логистикс. Основное направление деятельности компании это складское хранение и широкий спектр сопроводительных услуг. Что хочется сказать про те результаты проекта, которые были достигнуты в результате. Была увеличена скорость и качество выполнения складских операций. Автоматизировано было 20 рабочих мест и установлено 15 терминалов Моторола. К типовым операциям ВМС добавлена операция локализация. Хочу немного рассказать, что это за операция в рамках конкретно этого склада. На складе хранится фототехника производителя компании. И эта фототехника сначала приходила без русскоязычной сопроводительной документации. Сначала приходила техника, а потом уже из Голландии приходили гарантийные талоны, приходили другие сопроводительные документы. Это было очень неудобно. И компания-производитель этой фототехники попросила Сикон Тиненталь, можно ли как-то провести локализацию этих документов в рамках самого склада. В итоге компания согласилась и в результате это привело к тому, что компания-производитель сэкономила на все логистики и переводах до поставки на склад. Что хочется сказать в отношении биллинга. Были автоматизированы операции, операции тарифицируются по кубам и количеству, организованы печати гарантийных талонов, о чем я уже сказала чуть выше. Серийные номера товара, качество которого отличное от кондиции, отслеживаются на всех операциях. Отчеты о выполнении операции и остатках по запросу автоматически отправляются по электронной почте. Это основные результаты, которые были достигнуты в рамках данного проекта. Давайте перейдем к следующему проекту. Это компания Alligator, поставщик продуктов общественного питания в сегменте Хорика. Здесь результаты проекта у нас следующие. На 15-20% было сокращено время обработки заказа. Появилась возможность оперативной сверки остатков товара в реальном времени. Для каждой номенклатуры срок годности задается отдельно. В 10 раз сокращены издержки по просроченному товару и сокращено время на проведение инвентаризации. Повышена точность складского учета. В 2 раза увеличен товарооборот. Что касается автоматизированных рабочих мест, то здесь их было 40. Из них 5 стационарных и 35 мобильных рабочих мест. Что касается компании ArtLogistics, то здесь хочется отметить, что это достаточно крупный 3PL-оператор, собственник складского комплекса класса А на юге Московской области, входит в холдинговую структуру группы компании «Стройпрогресс». Результаты проекта по данному заказчику у нас были следующие. Автоматизированы все складские процессы от приемки до отгрузки. Автоматически рассчитывался биллинг услуг. Управление было в режиме онлайн. Выполнены требования поклажа дателей по расчету услуг. Также печаталась сопроводительная документация. При разгрузке и хранении товара учитывался температурный режим. Также у нас на этом складе был учет лесового товара. Здесь мы автоматизировали блок управления двором, постановка транспортного средства на ворота, погрузки-разгрузки, контроль, погрузочные-разгрузочные работы. Подключены мобильные терминалы сбора данных Моторола 91-90. Также были на этом складе принтеры этикеты «Гзебра». Проведено обучение сотрудников в работе с системой и оборудованием. Еще один от РПЛ-оператор, проект, по которому у нас завершился сравнительно недавно, это компания Pony Express. Занимается предоставлением услуг по почтовым отправлениям, по грузовым отправлениям. Какие здесь были результаты проекта достигнуты? Безусловно, это была повышенная точность складского учета, увеличена эффективность складского персонала, упрощен документ оборот между структурными подразделениями и с клиентами в том числе, автоматизирован процесс расчета услуг для поклашедателей и уменьшенное количество рекламации со стороны клиентов. Пожалуй, это основное, что было достигнуто в проекте. Еще один клиент, о котором хочется также сказать, это компания Punkert Line Limited. Китайская компания. Компания специализируется на 3ПЛ-услугах и работает на глобальном рынке более 10 лет. В перечне услуг это хранение, локальная доставка практически любых товаров, которые требуют контроля температурного режима и влажности в помещении. Данная компания решила самостоятельно внедрять систему 1С в МС и каких результатов достигла она в этом случае. Оптимизация биллинга услуг, автоматизация расчета с поклашедателями, отчетность по операциям и отслеживание статуса выполнения этих операций, увеличена скорость и качество выполнения складских операций, переведены интерфейс ТСД и основной интерфейс программы. То есть произошла некая такая локализация решения по свой язык. Это, пожалуй, все, что хотелось сказать про наших заказчиков, 3ПЛ-операторов. И сейчас мы с радостью ответим на ваши вопросы, которые, я надеюсь, у вас возникли в ходе данного вебинара. Коллеги, появился первый вопрос. Возможно ли в системе тарифицировать услуги по инвентаризации? Да, конечно, возможно. Мы просто назначаем им отдельный тариф в зависимости от определенной тарифной сетки и можем назначить эту услугу в разрезе определенных поклаждателей. Причем для каждого клиента тариф может быть разный. Вот появился еще один вопрос. Расскажите вы подробнее про автоматизацию склада компании ArtLogistik. На самом деле внедрение было очень интересно. Оно проходило достаточно оперативно. То есть заказчик к нам обратился за услугами по внедрению за полтора месяца до въезда первого поклаждателя. Ввиду таких сжатых сроков у нас, соответственно, было немного времени на проработку деталей и внедрение происходило полностью на типовом функциональной системе. То есть без составления какой-либо документации, формирования концептуального дизайна наш специалист приехал на склад, соответственно, ознакомился с бизнес-процессами, с предполагаемыми тарифами поклаждателя, который собирался въезжать, и, соответственно, выполнил настройку системы непосредственно установку, настройку системы непосредственно на складе. Вот к установленному сроку, соответственно, система была настроена. Как происходит комплектация одновременно нескольких маленьких заказов на складе дистрибьюции? На самом деле вариаций тут может быть множество. Как я уже говорила в своей части презентации, маленькие заказы могут отбираться одновременно. То есть когда мы группируем их в некий пул, например, в волну, и собираем консолидировано. Вот с точки зрения отбора консолидировано, здесь может использоваться две технологии. Либо одновременный отбор нескольких заказов общим пулом, то есть когда у нас в заказах часто пересекаемая продукция, мы можем объединить эти заказы в группу, подойти к ячейке и условно взять там целую коробку, которая в дальнейшем будет распределена или целую палету, которая будет в дальнейшем распределена по нескольким заказам в отдельной зоне сортировки. Это первый вариант. Но если, соответственно, эта зона сортировки на складе предусмотрена или ее можно выделить. Второй вариант – это так называемый кластерный отбор, когда мы собираем несколько маленьких заказов одновременно, но сразу в процессе отбора выполняем сортировку. То есть в этом случае у кладовщика есть некая тележка, в которой выделено отдельный короб или какая-либо другая тара, ящик, например, под каждый заказ, или это может быть на палете определено, там место в виде ящика под определенный заказ, и он последовательно отбирает товар уже непосредственно в эту тару. Дальше она запаковывается, и уже получается готовый заказ. Всего вариаций несколько. Либо одновременная сборка целиком с одним подходом, либо сразу отбор и сортировка в процессе отбора. Перечислите, пожалуйста, список тарифицированных услуг, которые возможны в системе. На самом деле список услуг достаточно обширный, его перечислять можно очень долго. В общем виде тарифицируются все услуги по операциям, то есть приемка, размещение, отбор, отгрузка, перемещение, инвентаризация и так далее, по различным критериям услуги хранения, дополнительные услуги. То есть, в принципе, все потребности клиентов, трепелиоператоров, с которых мы сталкивались в процессе работы, тот функционал, который в системе есть, он полностью удовлетворяет эти потребности. Как реализовано резервирование товара для клиентов в категории АБЦ по срокам годности? Здесь, наверное, нужно уточнение, что вы подразумеваете по поводу резервирования. Если говорить о учете в системе каких-то стратегий размещения по АБЦ классификации, то есть здесь, наверное, надо начать с того, что АБЦ на складе и АБЦ в торговой деятельности – это разные понятия. Если говорить о складском АБЦ, то это критерии количества подходов к ячейке. Они, по большей части, не только наиболее часто заказываемые товары. То есть именно здесь используются критерии обращения к ячейке. И, соответственно, система анализирует АБЦ классификацию в данном разрезе. Если говорить о размещении, то да, система позволяет при размещении товара произвести планирование, выделенное под товар зону. Оборачиваемый, менее оборачиваемый и какой-то совсем не оборачиваемый ли сезонный товар. С точки зрения отбора здесь картина, в принципе, такая же. То есть в зависимости от категории товара и выделенной зоны, система планирует товар из этой зоны. С точки зрения расчета АБЦ, то есть деление по АБЦ классификации, оно может быть назначено, фиксировано. То есть когда мы вручную, у нас есть данные по оборачиваемости, мы вручную прописываем для каждой номенклатуры определенный класс. Либо рассчитано, исходя из статистики, то есть мы какое-то время поработали, время, которое достаточно для полной оборачиваемости складского комплекса, и автоматически рассчитали категорийность АБЦ. А, тут имеется в виду отгрузка, уточняю, уточнение написали, отгрузка каждому клиенту по подходящим только для него срокам годности. Это немножко другая тема. В системе можно задать допустимый порог отклонения по срокам годности. То есть какой-то процент, по достижению которого мы можем отгружать там только, например, срок годности, попадающий там 70% до его истечения. Это сдается на уровне каждого клиента, либо на уровне каждого заказа на отгрузку. И, соответственно, система это анализирует. Либо в заказе уже может быть непосредственно задан срок годности, то есть тот срок годности, который необходимо отобрать. Тогда система будет отбирать именно его. Но, как правило, используется вот этот критерий процента допустимого срока годности, который сдается для каждого клиента. Возможно ли осуществлять одновременно для двух организаций ведение склада для одной 3PL, для другой обычный складской учет? В принципе, конечно, возможно. В этом случае, вообще, если говорить об учете товара в системе и учете операции, предоставляемых в виде 3PL оператора, то здесь деление осуществляется на уровне номенклатурного справочника, то есть для тех номенклатур, для которых ведется учет, ну, для которых необходим учет биллинга услуг, то для него указывается, фиксируется поклаждатель. Ну и, соответственно, заставляются тарифы для данного поклаждателя. Если у нас есть товар, ну, обычный, условно, наш товар, для которого услуги вести не нужно, то мы не прописываем этого поклаждателя в номенклатуре. Либо очень часто модуль биллинга используется для расчета внутренних затрат, то есть когда у нас есть свой условно товар и есть привлеченный товар, который мы храним за определенную плату. Но мы хотим в то же время для своего товара рассчитать, ну, сколько условно нам обходится, да, хранение и обработка этого товара. Мы также можем назначить и для своей компании какой-то биллинг, то есть стоимость каждой услуги, и, соответственно, потом понять, сколько нам это стоит в одной программе. Да, это возможно. Тут еще хочется сказать, в случае, если у нас один и тот же товар является нашим и сторонним, то есть тот товар, который мы отгружаем поклаждательным, то в системе, как правило, организуется учет таким образом, что создается два элемента отдельных, два элемента справочника номенклатуры, то есть в одном указывается поклаждатель, в другом указывается, либо он не указан, либо указан поклаждатель в виде нашей компании. Вот за счет этого производится разделение учета. Иногда это реализуется разделением в разрезе партии, то есть включается партионный учет, и в каждой партии фиксируется поклаждатель, то есть хранитель, владелец товара. При приемке чужого товара мы фиксируем партию с владельцем. При приемке нашего партию без него. Ну, я, наверное, ответила на ваш вопрос вне зависимости от одинаковости артикула. Да, то есть мы, если артикула одинаковая, то мы в ОМС-системе создаем либо два элемента справочника номенклатуры, у которого указываем, у одного указываем поклаждателя, у другого нет, либо у нас один элемент справочника, но разные партии. То есть мы ведем учет в разрезе партий.